Из тысяч картин, представленных в Русском музее, переход Суворова через Альпы впечатляет даже далекого от искусства человека. Она поражает своими масштабами. Солдаты под руководством великого Александра Суворова буквально скатываются с каменистых заснеженных склонов Альп. Художник Василий Суриков посетил горные перевалы и, вдохновившись, показал единый порыв русских воинов. Правда, не избежал исторических ляпов. За это и критиковали. Мол, солдаты с обнаженными штыками не стали бы спускаться с каменистых круч. Они обязательно прокололи бы друг друга. «Как я обойдусь без сияния русского оружия?» – возразил Суриков и оголенные штыки оставил на картине. Переход русской армии через Альпы в 1799 году, по мнению военных историков, вершина полководческого гения Александра Васильевича. Его прославили блестящие победы над турками еще при Екатерине II. Авторитет фельдмаршала в войсках был непререкаемым. «У Суворов был такой девиз о том, что атакуй, чем Бог послал, с чем пришел. Затем солдаты свято верили в звезду удачи Суворова». Однако, несмотря на все победы, награды и звания, граф Суворов впал в немилость у императора Павла I. Посмел критиковать новый воинский устав. Александра Васильевича отправляют в ссылку в собственное имение, и военная карьера далеко не молодого фельдмаршала, казалось, была окончена. Однако громкие победы французов под руководством Наполеона Бонапарта в Европе поставили войска второй коалиции – Австрию, Британию и Россию – на грань поражения. Возвращение Суворова в армию в корне изменило ситуацию. Летом 1799, всего за 4 месяца, русская армия под руководством фельдмаршала полностью освободила от французов Италию. Александр Васильевич готовится к вторжению во Францию. Теперь уже Наполеон на волосок от полного поражения. История не терпит сослагательного наклонения, но если бы войска Суворова вошли в Париж, как знать, возможно, вторжение Наполеона в Россию и Отечественной войны 1812 года могло бы и не быть. Однако союзники, которые, по сути, втравили Российскую империю в войну с Наполеоном, объективных конфликтов и споров между Францией и Россией на тот момент не было, испугались усиления России в Европе. Из этих интриг вместо вторжения во Францию Суворов получил предписание от императора Павла I отвезти войска в Швейцарию для соединения с находившимся там русским корпусом генерала Александра Римского-Корсакова. Мы прерываем кампанию. Мы не идем на Париж. Мы идем в Швейцарскую землю. Выручать русские полки Римского-Корсакова, ибо господа австрийцы от безделья при устав отходят на зимние квартиры. Легендарный поход русской армии через Альпы начался в сентябре 1799 года. Полководец спланировал свой маршрут так, чтобы нанести удар во фланг и тыл французов. Он хотел использовать традиционный для него прием быстроты и натиска, поэтому выбрал кратчайший, хотя и наиболее тяжелый путь через перевал Сен-Гаттарт. Солдаты на себе тащили пушки и провиант. По заснеженным склонам съезжали сидя. Суворов получил известие, что корпус римского Корсакова разбит. Помощи ждать неоткуда, и армия в горах осталась почти без запасов продовольствия и боеприпасов. Суворов был впереди на коне такое, и солдаты за ним тянулись. Где было трудно, там был Суворов. Сказать, что условия были тяжелыми, значит не сказать ничего. Австрийцы постоянно подставляли союзников из России. Доходило до того, что им давали неверные карты местности. Например, в середине сентября русские войска перешли через Чертов мост к Люцернскому озеру. И здесь выяснилось, вопреки сведениям австрийского штаба, дороги к Швейцу вдоль озера нет. Войска Суворова по карнизам скал и горным тропам преодолевают перевал Росток. В итоге российская армия завершила переход через Альпы в октябре 1799 года. Солдаты добрались до Австрии. За эту операцию Александр Суворов получил высшее воинское звание. Пакет систем, высочайший указ о присвоении вам звания генерализмуса армии российской. Позже французский генерал Андре Массена, будущий маршал Франции, признался. Я отдал бы все свои победы. Лишь за один швейцарский поход Суворова. Сам генералиссимус спустя всего год в мае 1800 года скончался в Петербурге. Ему было 69 лет. Спустя год между Россией и Францией был заключен мирный договор, который подарил временную передышку воюющим сторонам. Позже Наполеон провозгласил себя императором и стал готовить вторжение в Россию. Давать отпор 600-тысячной армии на родной земле предстояло уже ученику великого полководства Михаилу Кутузову. А в памяти швейцарском походе Александра Суворова в горах высечен 12-метровый гранитный крест. Там же в Альпах до сих пор стоит фигура русского солдата, как символ мужества и беспримерной храбрости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова